ПОДПИШИСЬ НА КАНАДСЯ ПОДПИШИСЬ НА КАНАДСЯ Но теперь после памятных встреч СССР-Канада от былой снисходительности не осталось и следа, а недавние скептики превратились в восторженных почитателей советского хоккея, признавая, что наши мастера ни в чем не уступают канадским звездам. Валерий Харламов, например, самая яркая индивидуальность советской команды. Так писали о нем на родине хоккея. Силу советского хоккея я считаю в коллективизме, в коллективной игре. Я не представляю свою игру без моих партнеров Володи Петрова и Бориса Михайлова. Илья Александров Якушев, сдержанный и молчаливый, о котором тренер сборной сказал однажды, это великий семьянин. Самая верная, самая преданная, самой объективной болельщик является для меня жена. Ее присутствие на стадионе всегда вдохновляет и придает силы. Имя Владислав Третьяк, в свои 23 года владеющий всеми титулами, о которых только может мечтать современный спортсмен. Ну я думаю, что хоккей без силовых приемов будет неинтересен. И это не значит, что в хоккеистах вырабатывается жестокость. На самом деле, ведь в жизни хоккеисты очень добрые-добрые люди. Туда выхода на лед, когда напряжение, азарт, целиком захлестнутых, сделают непримиримыми соперниками. Конечно, есть игроки, чье участие в сборной ни у кого не вызывает сомнений. Первые в этом списке знаменитые тройка нападения Владимир Петров, Борис Михайлов, Валерий Харламов. Сейчас 17-й номер советской сборной Валерий Харламов, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы. Через два года ему предстоит заищать диплом в Московском институте физкультуры. Говорят, что он очень строгий отец. Его сын Андрюша с успехом занимался в детской команде ЦСКА. Но вот Андрей пошел в первый класс, и коньки и клюшка временно отложены в сторону, поскольку отец считает, что сыну трудно совмещать хоккей и учебу. Пока все Андрюшины просьбы, подкрепленные хорошими отметками и молчаливой маминой поддержкой, отклонены, а окончательное решение отложено до нового учебного года. Вратарь в хоккее фигура особая. Он и внешне от всех отличен, и коньки необычные, и щитки, и клюшка, и, конечно, маска – символ вратарской исключительности. Это надо внимания ловли шаги. Понимаете, вам это пригодится на будущее, обязательно. Потому что потом, когда вы вырастете и будете играть в большом хоккее, вам некогда будет уже особо большое внимание обращать на это. И вы должны машинально ловить. Вот, ну-ка все. А ножку разворачивай. Разворачивай ножку. Третьяк – кумир мальчишек и их хоккейный командир. Уже не один год входит в штаб клуба «Золотая шайба», который объединяет по всей стране несколько миллионов юных хоккеистов. А сам Третьяк стал вратарем неожиданно. И вот из 80 ребят я и еще три парня, мальчишки, попали в детскую спортивную школу. Ну, я же проходил как нападающий, как защитник. У нас был один мальчик, мой друг. И, в общем, у меня была такая красивая форма, была написана ЦСКА. И, в общем, я ему так завидовал. В общем, ночами не спал. Но я пришел к тренеру, не выдержал, говорю, дайте мне, пожалуйста, форму. Любую, лишь бы только форма была. В общем, я так мечтаю о ней. Он говорит, ну вот есть вратарская форма. Если хочешь быть вратарем, у нас как раз не хватает вратаря, то пожалуйста. Я говорю, ну мне любую, лишь бы только форму дали. И, в общем, мне досталась вратарская форма. И вот я уже на протяжении 11 лет не расстаюсь с вратарской формой. И мне очень нравится вратарское искусство. Я полюбил это искусство. Жизнь им кажется счастливой и безоблачной. Десятки городов и стран, где удается побывать, всеобщеизвестность, столь привлекательная со стороны победы, медали, обузы. Но забывается порой, что за всем этим сотни набеганных километров, тысячи поднятых килограммов, бессонные ночи после обидных поражений, экзамены в институте, которые мчишь создавать на следующий день после изнурительного матча, и бесконечные телефонные звонки из других городов. Как там Андрюша, Максим, Оленька, Димка? Не будем кривить душой, уверяясь, что каждый раз, приезжая в Ленинград или другой город, спешат хоккеисты в театры, музеи, картинные галереи. На этот раз... Что мне вам еще рассказать? О том, как работал Эмазовский. К советскому хоккею нет еще и 30 лет. Но уже 13 раз наша сборная становилась чемпионом мира, 4 раза побеждала на Олимпийских играх. Имена Боброва и Сологубова, Майорова и Фирсова, Старшинова и Рагулина, лучших игроков разных лет, хорошо известны во многих странах мира. На смену им пришли новые поколения. Но остались традиции, коллективизм, мастерство, склоченность, принципы комплектования сборной. Один из них, сборная, создается в клубах. Торжественное открытие праздника. Швейтари. И вот сейчас вы видите команду Советского Союза. Впереди Владислав Третьяк, наш замечательный вратарь, чемпион мира Европы и Олимпийских игр Советского Союза. Спортсмены Соединенных Штатов Америки. И, как всегда, заканчивает праздничное шествие. Наступает торжественный момент. Зрители приветствуют ветеранов австрийского спорта. Зрители приветствуют ветеранов австрийского спорта. Белая Олимпиада открыта. В течение 12 дней, днем и ночью, будет гореть Олимпийский огонь, возвестивший миру о начале интереснейших соревнований сильнейших мастеров зимнего спорта 36 стран. Какое-то сладкое слово! Победа! Хотя соревнования еще шли. Кто-то же будет и последним. И вдруг новый поворот в ходе поединка. Трое против пятерых. Удалены сразу два наших игрока. Самый верный шанс для сборной Чехословакии забросить третью шайбу. Еще один удар наверняка и, возможно, решающий. А те, кто упорствует, кому достает в самую трудную минуту и мастерство, и упорство, и отваги. Выстояли. Игра стала заметно выравниваться. Вот он, первый ответный гол. Такой нужный. Может быть, но надо было еще и играть, и играть против команды, которая уже верила в свои силы. Надо было играть. И в эти последние минуты матча наша команда играла лучше. Самоотверженнее в обороне, решительнее в атаке. Субтитры сделал DimaTorzok